Приветствую вас. Если честно, я бы не стал говорить вам, как именно поступать, потому что решать этот вопрос вам нужно самостоятельно. Мы не можем и неуполномочены решать за вас подобные вопросы. У нас нет допуска для того, чтобы говорить вам конкретные советы давать. Но можно разобрать эту ситуацию, которая у вас произошла, более подробно. Например, вы говорите, что парень, который сейчас уезжает по Камбракту в Таджикистан, пришли вам много обид. Соответственно, для того, чтобы вам принимать решение правильно, чтобы адекватно принимать решение, нужно, как минимум, чтобы это решение было взвешено, чтобы это решение было непредвятым, чтобы вы поступили так, например, как вам бы того хотелось. А для того, чтобы поступить так, как вам бы того хотелось, нужно сделать следующее. Сначала разобраться нужно с обидами. То есть, если вам причинили обиды, то какие они? Какие это обиды вам? Если это негатив, то какой это негатив вам? Понимаете? То есть, нужно определить для вас обиды и проработать их, потому что до тех пор, пока обиды будут мешать вам, ну, нельзя говорить о том, что вы как-то сможете принимать верное решение относительно вот этого момента, потому что обиды будут давить на вас, обиды не будут позволять, по сути, принимать правильное решение. Это нужно понимать. Далее. Значит, если с обидами вы разберетесь, если с обидами будет все понятно, то тогда можно будет довольно легко, на мой взгляд, определить для вас, чего же вы все-таки хотите. То есть, если, например, предположить, что вы хотите остаться, то это ваше желание, и вам нужно к нему прислушиваться. Прислушиваться к своему желанию быть там, быть с теми, с кем вы хотите, это ваше право. Если молодой человек не смог сделать так, чтобы вы безоговорочно хотели с ним остаться, то это его проблема целиком и полностью. Значит, значит, дальше. Молодой человек уверен, что любовь между вами пройдет и через год. То есть, по сути, это начать, что, как вы пишете, значит, что любовь на расстоянии и за такое время пройдет. Вот это вот не очень понятно. Имеется в виду, что такое время пройдет, в смысле, пройдет за год или как? Как-то этот момент вы не очень, на мой взгляд, хорошо и правильно образили, потому что, ну, он не ясен. Если мужчина считает, что любовь на расстоянии сойдет на нет, это, безусловно, его право, его право так считать. В конце концов, три года срок действительно достаточно большой для того, чтобы жить без, ну, без молодого человека. И нет ничего удивительного в том, что он боится и не хочет, чтобы вы были без него. Он просто боится вас, я так думаю, потерять. И это, в принципе, нормальная ситуация, потому что мужчина, скорее всего, не очень уверен в себе. И опять же, опять же, вам необходимо решать, что вы будете делать. То есть, понимаете, какая получается в году 20? Мужчина, ваш парень, думает о себе. Это понятно. Его право, ага, так думать. Маланта, нужно думать в свою очередь. Также о себе. Потому что, кто кроме вас, а вас, по-другому. Никто. И тогда, нужно правильно рассматривать данную ситуацию. Правильно. Что это значит? Это значит, что вы говорите своему мужчине, что думаете, что считаете, например, что не хотите ехать с ним в Таджикистан, просто потому что у вас нет к нему доверия. Ну, допустим, у вас нет к нему достаточной степени доверия. Вот вы ему это все скажете, и, как бы, пусть он уже думает, как ему вас убедить в том, чтобы вы поехали с ним. То есть момент здесь довольно простой, на самом деле. Вам нужно просто подумать, что для вас лучше. Вам нужно просто решить для себя, что вы хотите, что вам кажется правильнее, что вам кажется логичнее, что вам кажется полезнее, в конце концов, для себя. Понимаете? Не нужно вам, не нужно вам прислушиваться ко мнению других людей. Этот вопрос вы решаете только лишь сами. И никто вам в этом не поможет. К счастью или к несчастью неизвестно. Но никто вам в этом не поможет. В том, что вы выберете. Вам нужно самой приспринять решение относительно того, чего вы хотите. Вот это будет правильно для вас. Потому что кто-то посчитает, кто-то считает, например, что правильно одно, кто-то считает, что правильно другое. Вы сами чего хотите. Вы любите свой помощь? Вы готовы просить ему все обиды? Вы видите, что человек рассказывается, например, в том, что он сделал? Если да, хорошо. Тогда пусть будет так. Тогда пусть, пусть, пусть тогда он вам докажет, что изменился. Пусть тогда вы увидите наглядно, что в его поведении, в его отношении к вам что-то изменилось. Дайте ему время. Значит, когда он уезжает, вы не написали. Не написали, сколько у вас времени. Но, тем не менее, дайте ему возможность, дайте ему сам. Поговорите об обидах. Поговорите обо всем негативном, что у вас есть, накопилось. Дайте ему понять, что вас это все волнует. Поговорите на его реакцию. Удовлетворите, прислушайтесь к себе. Подумайте, что можно сделать. Если не удовлетворить, то, соответственно, вам не стоит с ним ехать. То есть нужно, чтобы это решение вы приняли сами. Максимально свободно. Если молодой человек, если вы сами поговорили с ним, например, и все равно ничего не почувствовали, то есть ничего не решили до конца. Ну дайте ему тогда и себе немножечко времени. То есть, побудьте без него. Представьте себе, что вы без него, а он где-то там. Тоже подумайте, поприслушивайтесь к себе. Только будьте с собой честны. Доверяйте себе своим переживаниям, я имею в виду. И вот как чувствуете, так и поступайте. Здесь важно то, что вы именно чувствуете. Здесь важно доверять себе. И никому не позволяйте влиять на ваше решение. Никому не позволяйте влиять на него, на ваше решение. Потому что это ваша жизнь. И худшее, что вы можете сделать, это ошибиться и потом жалеть о своем выборе. Но, если вы приняли решение, уже следуйте ему. И следуя ему, не оборачивайтесь назад. То есть, не смотрите назад. Не пытайтесь теперь кресмыслить то, что вы сделали. Если решение было вами принято, то, соответственно, идите вперед и не оглядывайтесь. Только так вы можете быть счастливы и только так вы можете воспользоваться всеми преимуществами любого решения, которое вы примете. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!